я плевал на все эти там финика подобные про продукты проекты продукты до продукты и занимаясь только эти смотрите за 9 месяцев я заработал больше 9 как раз 9 миллионов 166 тысяч рублей я вложил сюда 2000 рублей потому что у меня не было на тот момент каких-то больших сумм денег считая что любой проект о котором я рассказываю опять же на своих каналах должен быть так называемый народный проект чтобы любой человек мог начать развиваться вообще-то с минимальных вложений например том же проекте артере которым сейчас нахожусь все это можно получить просто стартану двух тысяч рублей на сетевое сетевые компании переходит сейчас проект артере лидеры именно уходят со своими структурами и здесь у них доходы там просто космические там сотни тысяч даже больше миллионов там несколько ребят зарабатывают просто ну имеют большой все уже я думаю видят вокруг какая просто истерия наступила скажется сканился тот же там финика после него там френдик сейчас там еще куча проектов которые уже уже практически вот-вот соскамятся на этой теме уже не хайпанули только наверное не знаю такой какой-нибудь там слепой глухой какой-нибудь рождественский кролик да все старается хайпануть я не буду не хайпить не буду рассказывать не буду вам рассказывать это сказки очередные там рассказывать какие-то обсасывать какие-то новости последние там из там заключение от кирилла доронина или там других админов как они там убежали в другую страну поменяли пол там не знаю гражданство там все такое все это бред я думаю большинству здравомыслящих людей большинство людей те которые смотрят мой канал там давно или там которые только попали там первый раз на мой канал им плевать вообще на то какие-то там новости кого там как там обозвали кто куда убежал я думаю большинство здравомыслящих людей им важно понять если они совершили там какое-то действие и потеряли определенные деньги и хотят их например вернуть кто-то еще надеется вернуть кто-то думает там вложить может какой-то другой проект что-то там периодом ну там люди раска ищут в общем вероятность какой-то новые возможности и вероятности оценивает возврата денег и вообще там эффективности своих действий я думаю для большинства важно сделать вывод взять на себя ответственность и прийти к тому чтобы не совершать определенные действия и дальнейшем я думаю многие начинали там свой путь в инвестировании в интернете именно потому что они увидели возможности им теперь нужно просто понять свои ошибки определенные сделать выводы и идти дальше сегодня расскажу о том как не совершать больше таких ошибок я думаю сейчас как раз останутся те люди которым интересно как сделать так чтобы зарабатывать по-настоящему в интернете зарабатывать максимально эффективно максимально безопасно опять же сразу скажу для тех людей которые до сих пор еще особенно новички которые думают что есть стопроцентные гарантии в заработке в инвестировании в интернете ребятки просто сбрасывайте лапшу с ушей посмотрите досмотрите до конца мое видео и вы поймете как максимально эффективно как максимально безопасно но не стопроцентно как многие ищут стопроцентной гарантии как с максимальной большой вероятностью зарабатывать при приомножать свои деньги и зарабатывать именно серьезные деньги потому что я уже больше 10 лет опять же давайте сразу кто первый раз смотрит мой канал кто первый раз меня видит меня зовут олег я больше десяти лет зарабатываю в интернете давайте сразу покажу результаты потому что многие люди хотят сразу видите результаты и например смотрите тот проект которым я сейчас зарабатываю 9 месяцев я зарабатывать только в нем как только я разобрался возможностях данного проекта как только я увидел какие здесь инструменты используются и какая какой здесь высокий уровень опять же там безопасности свой блокчейн опять же об этом дальше расскажу я плюл на все эти там финика подобные про продукты проекты продукты до продукты и занимаясь только эти смотрите за 9 месяцев я заработал больше 9 как раз 9 миллионов 166 тысяч рублей сколько я зарабатываю месяц у меня есть специально там видео я не буду сейчас затягивать это там скажу больше с этого одного аккаунта зарабатывать больше одного миллиона в месяц здесь и пассивный активный заработок я делаю упор своей команде у меня в команда больше 10 даже больше 11 тысяч человек сейчас давайте посмотрим тоже задают постоянно вопросы сколько насколько монету данной команде какой товарооборот моей команде смотрите монет и товарооборот объем монет команде больше двухсот двенадцати миллионов рублей это где-то 2 почти 2 миллиона манер смотрите как происходит доход именно опять же делая упор в основном начинала когда мне там спрашивать сколько ты вложил денег я вложил сюда две тысячи рублей потому что у меня не было на тот момент каких-то больших сумм денег я вообще как бы я не какой-то опять же там сетевой какой-то там товарищ который долго там развивался какие-то сетевых команд командах у меня там не было какого-то там опыта именно в сетевых командах построение там больших огромных команд но я разобрался я начинал свою деятельность того что начал развиваться именно в ютубе соцсетях первые полгода было очень тяжело я вообще в ноль работал там только смотрел и читал каждый день какие-то комментарии где люди писали вы сами понимаете да какие там комментарии писали я хотел каждый день бросить это дело но ничего начал добирать опыта и разобравшись там стартанул на том же ютубе и чему сейчас обучаю свою команду я не не зову какие-то ну свои проекты которые которых я участвую не звал никогда никаких инвесторов никаких я вообще там ну там считая что любой проект о котором я рассказываю опять же на своих каналах должен быть так называемый народный проект чтобы любой человек мог начать развиваться вообще-то с минимальных вложений например том же проекте артере которыми сейчас нахожусь все это можно получить просто стартанул с двух тысяч рублей активируете пакет стартовый получаете возможность зарабатывать именно на партнерской программе на построении команды и получать постепенно свои там пассивные доходы дополнительных там больше четырех в данном проекте но пор всегда делается на построение команды я как бы я сам я делюсь тем опытом который у меня есть поэтому я не рассказываю я не какой-то инвестор у меня не было никаких там куч денег у меня не было там родителей которые мне дали деньги или там родственников за границей я всегда начинал то с минимальных вложений и постепенно выстраивал команду обучал людей и на этом зарабатывал посмотрите ну то опять же да там спрашивается как там заработать идет тут именно смотрите каждый буквально там несколько минут прилетает доход делегирование команды это именно пассивный доход бывает там что он смотрите 44 даже по два там в минуту приходит именно дохода это именно активный активный способ заработка которому мы обучаем нашей команде которую мы уже несколько лет обучаем и ребятам ребят именно с нуля не тех которые там сетевые монстры понятно что человек который приходит там сетевой кому-то какого-то сетевого проекта в данный проект и уже имеет опыт ему тут очень хорошо зарабатывает потому что здесь вы сами видите те кто следят за моими видео за моими постами очень много людей именно сетевых сетевых компаний переходит сейчас проект артере лидеры именно уходят со своими структурами и здесь у них доходы там просто космические там сотни тысяч там даже больше миллионов там несколько ребят зарабатывают просто ну имея большую команду мы же обучаем даже новичков самого нуля строить команду это не сразу скажу не так просто это не сказки это не то что там рассказывают финика подобных проектах что ребята там намекают возьмите кредиты и будете получать там постоянно доход нет здесь нету такого мы не призываем какие кредиты 3 кредиты брать не рисковать не продавать свои почки машины там квартиры закладывать здесь идет обучение построение команды именно то что сейчас востребован дополнительно вы получаете два самых востребованных навыка это умение эффективно общаться и создавать именно контент в соцсетях потому что вы сами видите так то сейчас вся реклама даже крупных брендов уходит в социальные сети этому вы всему обучаем у нас так ребятки давайте чтобы не затягивать видео я хочу поделиться с вами именно то о чем я с самого начала и рассказывал сегодня я хочу показать почему скамяться синякоподобные проекты в чем разница и сделать возможно даже такой как бы намек вам намекнуть дать такую информацию поделиться таким опытом чтобы вы больше никогда не попали в эти бреда подобные проекты которых вам обещают там ребята которые там как сейчас модно и модно такой использовать термин при помощи там нлп они вам подсказывают какие-то определенные действия которые как бы они вроде бы не призывали вас да там брать кредиты но почему-то очень много людей взяли кредиты это все можно сделать намеками можно показывать какие-то там якобы свой опыт и большинство людей будут подходить при помощи от этих триггеров которые сейчас модно используют триггеры продаж они будут просто работать вашей голове и вы будете рисковать своими день деньгами и выполнять определенные действия которые сейчас там такое слово программирует вас на эти действия можно использовать или нет решайте сами смотрите я сейчас сделаю просто первое видео я сделаю целую серию видео где расскажу как обезопасить себя в дальнейшем от таких проектов как типа финико там френдекс и подобных и смотрите основное правило и основное отличие посмотрите например почему я просто плюнул на все там типа финико и все по все подобные проекты даже не стал туда не то что команду заводить я даже не стал свои деньги туда инвестировать смотрите первое проекты подобные финико они называются проекты которые там это доверительное управление то есть вы отправляете деньги вы отдаете эти деньги админом данных проектов вы не покупаете монеты на биржах там например да как тут же будет там bitcoin или эфир можно пойти на любую биржу крупной купить там обменника и положить себе на кошелек то есть вы приходите у вас берете свои деньги до которые можно пощупать ну или которые там лежат у вас на там на карте например да и заходите в проект и покупаете там у админов по сути эти монеты какие-то да и вам на вашем аккаунте рисуют там в уголке где-нибудь да там баланс каких-то там финико там например 1000 фиников и купили все теперь смотрите разница о чем проекты типа фиников у них нету ни своего не блокчейна блокчейн это такой обозреватель например вот смотрите давайте рассмотрим что такое блокчейн обозреватель на примере артере здесь можно я беру там копировал свой кошелек нажал и смотрите я могу посмотреть все свои операции которые были изначально то же самое как и в биткойне то же самое как и в эфире я могу посмотреть вот мы смотрели только что да там на моем балансе было 799 монет мы перешли в аккаунте до приложений здесь тоже самое обозреватель показал и все транзакции сколько делегировано все это показал вот все сто восемьдесят восемь тысяч транзакций самого момента создания кошелька вы можете посмотреть в этом обозреватель и каждый может для этого не нужно быть там не знать какого-то пароля и знать чего-то и смотрите первое да первое это прозрачность финико и финико подобных проектах такого нет в любой момент вы сами понимаете да эта цифра на вашем аккаунте может быть изменена в любой момент администратором который имеет доступ к базе данных блокчейн не изменен здесь нету такой централизации как финико подобных проектов и второе что немаловатно смотрите том же артере да у него свой блокчейн здесь невозможно ничего поделать ничего изменить в тех транзакциях и тех которые там данные которые есть по кошельку определенному если вы купили эти монеты они лежат у вас на кошельке доступ к данному кошельку есть только у вас вы при регистрации получаете сид фразу все проза только в никакой не админ никакой там не знаю там хакер и кто ничего не сможет сделать с вашим кошельком есть у кого есть сид фраза тот полностью управляет деньгами на данном кошельке естественно если вы кому-то там отдадите там где-нибудь оставите свою сит фразу то человек получит доступ и никакие админы вам уже не помогут здесь они не смогут не изменить этот пароль не изменить там как но опять же как вот финико да они там могут просто в любой момент изменить баланс там на вашем кошельке им даже нет смысла воровать этих денег потому что их на самом деле природе не существует они просто нарисованы на балансе проектах с блокчейном они всегда находятся у вас на кошельке только вы имеете доступ то есть смотрите это безопасность которая отличает большинство проектов например проект артери отличает от других проектов которые имеют доверительное управление вы купили монеты вы их получили у себя в кошельке и вы можете и как сос как сайте на сайте зайти посмотреть на баланс свой и банк монеты они останутся так и с любого там приложения там программисты могут развернуть там любую там через консоль например какой-нибудь предварительно приложение и зайти посмотреть то же самое даже если сайт закроется каким-то образом все равно вы получаете доступ любой момент к этим своим монетам если закрывается сайт например типа финико то вы уже никаких монет нигде даже и не увидите потому что их на самом деле и не было никогда природе не существовало это большая разница вторая большая разница я сегодня на этом и закончу смотрите просто чтобы вы поняли логику например в том же финико вы покупаете эти якобы монеты у администратора вы заходите покупаете эти монеты вы отдаете деньги тем то есть тот кто сидит на этой пирамиде почему их считает пирамидами потому что вы покупаете централизованного у администрации здесь же деньги ну монеты например проекте артери вы покупаете у людей есть обменник не у админа вы не заходите на свой там аккаунт в аккаунте вы не можете купить или на кошельке вы не можете купить эти монеты вам нужно идти или на биржу бирже официальная сейчас они на двух биржах уже торгуются эти монеты сейчас скоро будет 3 биржа вы спокойно можете покупать эти монеты на биржах можете покупать в обменниках и вы покупаете не у админов смотрите ребята вы покупаете у таких же людей которые купили до этого эти монеты решили их продать поэтому смотрите с одной стороны чтобы вы поняли логику если вы отдаете все деньги есть ну как бы все средства находятся сконцентрированы у админов каких-нибудь типов ну финикодом и подобных то есть все деньги и так у админов им как бы плевать на то что будет развиваться эта монета не будет им без разницы если проект например типа артери берется до монеты покупаются у людей админы наоборот заинтересованы в том чтобы этот эта монета росла чтобы курс монеты там поддерживался был стабильным как минимум еще лучше чтобы рос потому что если ну как бы для того чтобы заработать на этой монете она должна быть ликвидная а для этого нужно если например да там взять админов фиников у них и так эти деньги в руках деньги например том же артере они распределены по тем участникам данного проекта и сейчас на данный момент там больше двухсот тысяч зарегистрировано и вот смотрите фиников плевать например да там админом и подобным проектом у них деньги и так уже в кармане они в любой момент когда решили уже все что не могут выплачивать они забирают эти деньги и растворяется да или делает такой спектакль как сейчас происходит админы проектов типа артере они заинтересованы в том что максимально развивался проект то что и происходит сейчас там создатель марк богатыренко он перед этим проехал по всей стране турны сейчас слет в турции заканчивается дальней дальше будет сейчас большой марафон с бизнес-тренеры с тренерами опять же будут презентации по всем городам и куча там в сентябре в октябре выходит уже свой децентрализованный мессенджер то есть продукты постоянно растут и постоянно расширяется комьюнити и это приводит тому что с большой вероятностью монета будет курс монеты будет все больше и больше расти стоп с момента старта прошло 9 месяцев монета выросла больше чем 10 раз и это не за счет того что накручивали там курс наоборот там админы сдерживает этот курс это происходит за счет того что плавно растет развивается продукты развивается именно ребята которые приходят сюда лидеры со своими командами растет естественно востребованность монетах и естественно растет курс ребятой про ну в дальнейшем я буду рассказывать еще больше нюансов по именно потому чтобы вы видели видели именно ощущали разницу между проектами которые так называемые доверительное управление где вы как финику отдали свои деньги и все деньги как бы у вас больше нет вас нарисованы фантики и между проектами которые ну например так те же там будут биткоин эфир сейчас артере со своим блокчейном те проекты которые имеют свой блокчейн и продукты к сожалению у биткоина эфира продуктов особо нет на эфире там появились там до смарт-контракты сразу там задрали там и курс начал расти и транзакции начали тоже расти как бы это тоже там такой минус но в артере например этих продуктов сейчас на данный момент уже там больше там трех-четырех и самые интересные продукты по дорожной карте будут выходить только осенью то есть ребята на сегодня я думаю ну как бы информации достаточно смотрите если вы заинтересованы на зарабатывать разобраться и зарабатывать на продуктах такие которые там имеют максимальную безопасность но опять же не стопроцентного да потому что любая инвестиция это всегда риски работа с рисками изучите эту информацию посмотрите еще этот ролик задавайте вопрос если вдруг что-то непонятно я постараюсь донести еще может быть еще проще и более любой и более глубинно ту информацию которую я хотел передать смотрите цель я хочу чтобы вы начали разбираться и видеть тренды например те люди которые разобрались в трендах блокчейна именно 13 лет назад когда появился только bitcoin они сейчас многие стали долларовыми миллионерами сейчас все убыстряется новые тренды есть продукты типа артере например да здесь все самое лучшее собрано из лучей проекта и других панут например сетевых проектов ага же там куча новостей нас на будет на осень партере я не хочу затягивать сегодня видео я вы лучше сниму еще несколько видео расскажу давайте сегодня подытожим ребята смотрите сегодня рассказал там несколько просто таких ключевых отличий проектов которые типа финико и проекта который имеет свой блокчейн я думаю вы поняли чем различие и почему проекты такие как финико они рано или поздно скамятся а проекты которые имеют свой блокчейн еще имеют свои продукты они развиваются и имеют огромный потенциал для еще большего развития ребята те кто разобрался в данной информации кто хочет именно попасть нашу команду на обучение пишите под видео будут все контакты пишите мне там telegram там в инсту без разницы там все контакты есть будем разбираться потому что хочется чтобы как можно больше людей начали разбираться чтобы не попадали такие проекты как финико чтобы начали люди были поняли увидели что в интернете опять же в сфере блокчейна есть не только мошенники есть серьезные компании которые приходят всерьез и надолго и чтобы наши люди но смотрите да вот большинство людей там например западных странах они начинают инвестировать 16 лет и там нету даже таких как у нас они попадают столько людей в некоподобные проекты не теряя деньги потому что изначально в них есть информация и их обучает этому с детства я стараюсь поделиться своим опытом десятилетним и я надеюсь что хоть какой-то я внесу там тоже вклад в то чтобы наши люди тоже которые достойны того чтобы зарабатывать на инвестициях получать пассивный доход а не вкалывать всю жизнь ради копеечной пенсии чтобы они получали эту информацию и начали развиваться в хороших нормальных перспективных трендовых проектах поэтому друзья кому понравилась данная информация по кому понравилась данная возможности инструменты пишите контакты под видео будем разговаривать данный там будем будем разбираться полностью во всей этой информации и я поделюсь еще больше своим опытом и добро пожаловать нашу команду где мы обучаем именно ребят строить свои сети строить свои команды и зарабатывать на серьезных проектах с блокчейн максимально защищенными технологиями ребята кому понравилось данное видео ставьте лайк пишите комментарии на этом все до новых встреч